Пресс-конференция на тему первого всеукраинского фото-видеоконкурса «Философия сердца, что формирует жизнь», посвященному волонтерскому движению в Украине. Главная его цель – показать общественности значимость волонтерского движения. Победители смогут принять участие в зарубежной программе по фото- и видеожурналистике и выиграть профессиональную технику. Спикерами должны быть трое. Остался Юрий Денисов, руководитель проекта. Прошу вас, Юрий, вам слово. Добрый день. Мне сегодня придется отдуваться за сетку. Наверное, расскажу вкратце о самом конкурсе, как он появился. Это инициатива фонда «ЮСИД». Союза журналистов. Союза журналистов. Союза журналистов. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. следует. И я решил за тот огромный титанический труд, который делают волонтеры сейчас. И делать уже достаточно долгое время сказать ему спасибо. И сказать спасибо в форме такого конкурса, на который мы принимали под это видео-работы, которые раскрывают суть волонтерской деятельности. Я бы сказал, что не просто спасибо, а лично для меня это конкурс, который призван показать тем людям, которые остались в семье волонтерского движения, или, возможно, не совсем точно представляют, что делают эти люди, показать им, насколько масштабно это явление в Украине, насколько оно уникально в своей масштабности территории Восточной Европы, наверное, даже в мире. Наверное, мы все много раз слышали о том, какое количество людей участвует в этом движении. Самое главное, что это не просто помощь, те люди, которые, насколько важно это явление, что это не просто помощь разовая, это изменение в голове, изменение сознания, это ответственность за себя и за других. Это рождение чувства ответственности за других людей, с которыми ты живешь в этой стране. И это очень-очень важно. И это изменение очень важно для нашего общества. Поэтому, мне кажется, как раз вот эта цель конкурса, показать, что это не просто помощь в трудную минуту, и она вот сейчас есть, а потом как будет. Эти люди уже не смогут жить по-другому. Они будут более внимательно относиться к окружающим, они более ответственно будут относиться к себе и к своим поступкам, и к своей стране, в первую очередь. Вот это основная, наверное, цель конкурса. Более подробно теперь расскажите, что происходит во время конкурса, такие работы. Конкурс, есть вот плакаты, на которых есть ВВА-адрес, на который через несколько дней буквально станет полноценным сайтом. Сейчас там размещена временная информация, там размещены контакты координаторов конкурса, там размещены правила и условия участия, сроки, дидлайны, номинации конкурса, описание, какие работы принимаются и так далее. Со всем этим можно ознакомиться. Есть электронный адрес, на который... Говорите, гости. Работы принимаются на электронный адрес, который указан на сайте. Если можно будет показать адрес, hardplusheart.org И все вопросы задаются по телефону координаторам конкурса, они тоже там указаны, контактное лицо. В пресс-конференции присоединилась Виктория Анапольская, директор департамента массовой коммуникации ХАГА. Я прошу вас, Виктория, ребята рассказали о конкурсе. Что вы можете добавить как представителей? Вопросной администрации, пожалуйста. Добрый день. Я, к сожалению, не слышала то, что рассказали ребята о конкурсе. Поэтому, может быть, вам придется послушать еще раз. Идея конкурса такова, чтобы вовлечь как можно больше людей в те процессы, которые происходят сейчас. Вы уже слышали, наверное, что речь идет о волонтерском движении. Смысл какой? Чем больше нас, профессионалов и аматоров, покажут и расскажут об этих людях, тем больше будет вовлечено как зрителей, так и других людей в этот процесс. Процесс волонтерства и процесс помощи, скажем, друг другу, каждому тому человеку, который попал в такую страшную ситуацию, в которой оказалась наша страна. Если мы говорим в целом, а мы говорим о конкретных людях. Год назад, когда в нашу станцию, в наш вокзал, который потом люди назвали станцией Харьков, хрынул поток переселенцев, буквально в тапочках и домашних халатах, и три девушки, три девушки, просто приехали на вокзал помочь и остались там. И остались там, ну, надолго. Мы знаем, что это теперь волонтерская станция Харьков. И телеканал «Симон», я тогда была руководителем телеканала «Симон», один из первых откликнулся, чтобы показать, сделать сюжеты на эту тему и показать, что нужна помощь, необходимая. Никто не ожидал, что огромное количество людей начнет оказывать эту помощь прямо на вокзале. Приедут и останутся там. То же касается и других волонтерских движений. Это просто как яркий пример, если мы говорим о людях, которые вынуждены были покинуть свои места, которые были вынуждены поменять свою жизнь, которых вот так застала, вот так вот переломилась, скажем, судьба. Для того, чтобы можно было... Мы сделали несколько сюжетов и показалось, что этого мало. Должно быть, больше и больше должны быть вовлечены в этот процесс как профессиональные журналисты, как профессиональные фотографы, так и аматоры, потому что много было аматорских фотосъемок, видеосъемок. И почему бы не сделать такой конкурс? Ну, конкурс для журналиста — это, наверное, мотивационная такая составляющая для того, чтобы поучаствовать там благодаря компании, которую мы привлекли. Есть хорошие серьезные призы. Для журналистов, мне кажется, это очень хороший мотивационный стимул. И дальше все эти работы, и фотоработы, и видеоработы будут показаны на телеканалах города, в бастях. И будет выставка организована, что если говорить о фотоработах. О призах я не знаю, говорили ли нет, еще нет. Да, ну, призы не уточнены, но это будет... Потому что у нас, это я вам в загале рассказываю, речь идет о призах, это профессиональная техника и обучающие программы за рубежом. Это то, что сейчас, на данный момент, какие договоренности достигнуты. На первом этапе, для того, чтобы объединить всех, нужно было создать сайт, который привлечет к себе профессионалов и непрофессионалов, которые будут делать, которые уже готовы, или у кого есть готовые работы, или те, которые работы могут быть созданы в течение трех-четырех недель, потому что мы работать будем, да, три-четыре недели. Ну, в месяц, если там даже, может, чуть больше. Создано. Реализацию этой идеи получила несколько месяцев назад. То есть она родилась год назад, но реализацию получила несколько месяцев назад, потому что были достигнуты договоренности с компанией «ЮСИД», которая финансирует это мероприятие, и организацию сайта, и призы, и так далее. Поэтому вот сейчас мы уже в активной фазе создания сайта, куда можно будет отправить все свои работы. Сформировано уже профессиональное жюри, будут отобраны эти работы, и, соответственно, по итогу будет... Сформировано на телеканалах не только призеры. Лучшие работы и сюжеты, которые придут, они будут все показаны под рубрикой этого конкурса. Про итоговую выставку... Будет итоговая выставка проведена... Что касается фоторабот. Да, фоторабот с призерами, возможно, там же будут размещены и работы, которые попадут в так называемый шорт-лист, Ну, чтобы выставка была более объемной, да. Там же будет и проведено награждение победителей. Возможно, потом... Это мы очень об этом мечтаем, что эта выставка как-то попутешествует. Нет, мы хотим, конечно, эту фото, выставку и сюжет мы хотим показать, безусловно, на телеканалах и в выставочных залах в других регионах. Конечно, мы хотим ее показать. Более того, мы хотим, чтобы в следующем году к нашему конкурсу присоединились и другие регионы. То есть, конечно, у нас планы на этот счет большие. Посмотрим. Да. Можно уточнить, когда фотограф фотографирует переселенцев и тема переселенцев, или... Волонтеры. Нет, тема более точно. У нас определены, да, в... Да, 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 есть категории. Есть категории. То есть, речь идет о сюжетах, связанных с волонтерским движением. О том, что это, кто такой волонтер, почему он здесь, какая мотивационная его составляющая. То есть, речь идет о том, чтобы выявить, показать, продемонстрировать, найти способ, художественный образ, проработать, чтобы зрителю было понятно, почему этот человек сейчас здесь. Не стоит задача показать, как плохо переселенцу. Стоит задача показать этих героев, людей, которые смогли найти... Я не знаю, каким чудом они находят в себе эти силы, какая у них мотивация, я не знаю, но я их вижу, и мне кажется, меня это восхищает. И об этих людях должны знать все. Вот что у них внутри, из чего они состоят, как они объединяются в эти группы, как они подменяют собой, вот самоорганизуются, и как они тянут на своих плечах огромную работу. На чем это основано? Вот об этом идет речь. Если одной фотографией можно будет что-то донести, значит это успех. Сюжетом, конечно, ну на мой взгляд, я телевизионщик, на мой взгляд, сюжетом проще. Но бывает такой кадр, который передает всю глубину процесса. Не стоит задача показать, как переселенца встретили, как переселенца перевезли и так далее. Социальное значение этого проекта не в том, чтобы рассказать, сколько, какое количество статистически приехало, сколько устроено, сколько трудоустроено. Не об этом речь. Речь идет о том, из чего состоит истинная ценность человека. Вот какая она? Показать человека. Я уверена, что не каждый способен. Есть волонтеры, те, кто называют себя волонтерами, которые это делают исключительно с определенной функцией. Ну, пиар, не пиар, не будем никого говорить. А есть люди, о которых мы не знаем даже. А они работают, а они делают и не говорят. Вот задача. Показать истинных людей. Волонтер же не только помогают преселенцам, армиям, а всем категориям. Какие категории, номинации? Номинации будут, вы все на сайте увидите. Есть правила конкурса. Там есть номинации по видео, есть номинации по фотографиям. Но, собственно, то, что сказала Виктория, да, вот этот вот собирательный образ волонтера, что им двигает, чего он хочет. Как, ну, просто вот вы, наверное, видели, да, фотографии воинов, а то, да, вот по глазам. Понятно, да, здесь то же самое. Волонтерство в Украине – это уникальный процесс. Вот в таком масштабе, в котором он начался. Это уникальный процесс. И остаться поза этим процессом невозможно. Я просто еще хочу уточнить небольшую техническую деталь, что фотографии мы принимаем не только от волонтеров. Совсем не обязательно фотограф должен быть волонтером. Это может быть случайный свидетель какой-то сцены, который его тронулось, захотелось фотографировать. Это могут быть профессиональные фотографы, которые, возможно, выезжают, делают репортаж. То есть мы принимаем работы от всех, кто стал свидетелем такого акта. Либо решил встать, взял и поехал просто. Есть какие-то категории. Профессионалы и аматоры. Все, вот те, кто профессионалы, это те, кто занимает. И оно будет разделено. Профессионалы – профессионалы, аматоры – это аматоры. Да, пожалуйста. Есть вопрос. Конкурс предполагает собой жюри. Расскажите, пожалуйста, кто будет жюри, кто судит непосредственно, да? И каким образом вкратце идет эта оценка? То есть красота фотографии, там, если я профессионал или аматор. Понятно, что отличается. Или как деятельность, каким образом они это оценивают? По каким критериям, да, жюри. Кто жюри и кто жюри. Кто жюри. Давайте так, по списочной я сейчас этого не скажу. Мы хотели бы ввести это на сайте, и тогда еще раз можете собраться. И если нужна дополнительная информация, я тогда по списочной вам скажу. Это глава журналистской нашей «Братья Голубь». Это давайте так, чтобы я сейчас никого не забыла. Я вам списком все это могу разослать или выставить на сайте. Это люди-профессионалы, те, которые профессионально занимались. И плюс, ну, плюс еще мы, да, мы бы еще планируем привлечь в участие в жюри представителей волонтерских организаций. Ну, тоже более точный список чуть позже. Он формируется. То есть список формируется. Оценивается одна фотография или оценивается серия? Серия до трех фотографий, возможно. А вообще, как бы, одна фотография, но она просто, у нее есть, это может быть портрет, это может быть репортажная фотография, там есть просто категории. Вот, это, собственно, по фотографиям, как бы, это все. Вот там вот репортаж и портретный, да. По видео там… Теперь и аматорские, и для профессионалов, они, конечно, отличаются. Ну, скажите, да. Да, да. Чем отличаются? Ну, в первую очередь, ну, просто это будет заметно по самой фотографии, да. Ну, если там техническое, да, исполнение, но есть эмоциональная нагрузка, и она, ну, идея самой фотографии, да, но нет техники, да, ну, это, как бы, любитель, но зато это заявка на победу, да. Если есть техническое хорошее исполнение и плюс еще и идея, или это пойманный момент какой-то подмеченный правильно, то тогда, ну… Это оценивают… Ну, потому что композиция кадра… Да, оценивают, оценивают ту фотографию специалисты, все равно фотографы, и они могут сказать… Сколько будет призема по количеству? По количеству в каждой номинации три человека. Номинации всего? Номинации всего фотографии две, видео три. Ага, то есть в каждой фото конкурсе две номинации, да? Да, в фото конкурсе две номинации, ну, получается, две номинации, есть профессионалы-любители, то есть, получается, как бы, две номинации разделяются… То есть в фото конкурсе два направления – профессиональная фотография и любительская фотография. Внутри них есть номинации какие-то? Да, вот есть сюжет за портрет и за репортаж. А в видео есть короткометражный фильм. Три минуты. Три минуты. Да, три минуты. Есть клип. Это фильм, он как бы разумевает собой какие-то комментарии, да, какие-то. А клип это просто видео, просто видео нарезка, да? И сюжет. То есть короткометражный фильм, это некая история. Да. Клип это нарезка какие-то сюжеты. Да, да, да. И репортаж. Клип это эмоциональная вещь, как правило. Без комментариев. Ну да, она без комментариев. И сюжет. И репортаж, да. И она также является собой, есть профессиональная, есть любительская. Харьковский кризисный концентр можно сейчас? Конечно. Конечно, да. Готовьте лимитации. То есть эмоциональная нагрузка может перегреть техническую? Ну, конечно, потому что важна суть. Очень, потому что конкурс задумывается не ради выявить наиболее высокого уровня профессионалов, скажем, в исполнении той или иной идеи. А конкурс задумывался для того, чтобы донести эмоциональную составляющую. Поэтому если еще профессиональным качеством наложится еще способность донести эмоциональную составляющую идею, вот это будет высшая оценка. То есть мне кажется, профессионалы все понимают, о чем мы говорим. Что такое композиция, что такое монтаж. Мы все это прекрасно понимаем, и все это, я думаю, будет выдержано в лучшем виде. А вот как это сложить эти картинки в идею, как из них получить идею? Вот это вот уже... Может ли участвовать фотографии, которые не сразу никак с перестерленцами? Да, конечно, конечно. Ну, конечно. Безусловно. Ну, конечно, но может быть он шел, и у него этот кадр один случайный получился. Или он специально приехал фотографии. Или он специально, да, вот захотел, взял и поехал, и провел целый день в одной из волонтерских организаций на территории, там, и вот сделал репортаж. Почему бы и нет? Я хочу сказать, да, о том, что конкурс посвящен волонтерству как явлению. Так сейчас, ну, так сложилось по ряду событий, что большинство волонтеров задействованы все-таки в помощи переселенцам в зоне АТО. Но мы, конечно же, не исключаем тех волонтеров, которые помогают в других сферах, которые помогают детям, которые помогают больным. И с удовольствием тоже принимаем работы, которые освещают и эту деятельность в том числе. Мы не ограничиваемся, да, явлением волонтерства только в... Просто последние полтора года событий в нашей стране, это действительно вот, это явление. Просто никто, ну, я не знаю, так сказать, никто, но просто такое огромное количество, такая волна, масштаб волонтерского движения, конечно... Ну, это мир, это мир отмечает эти явления. Последний срок сдачи сюжета фотографии? Это 12-е, сейчас у нас... Это 16-е. Сейчас... Это 12-е? 3-е. Октября. 16-е ноября. 16-е ноября. Последний срок. 4 недели и, собственно, финал, да? Да. И вы уже объявляете результаты? Да, там в течение нескольких дней будет работать жюри, которое будет, и потом будет объявлен результат. По жюри, это, да, по жюри это очень важно, мы не хотим, чтобы там были случайные люди, поэтому, ну, не готовы мы сейчас ответить вам точно по списку, это к вопросу жюри. Как только оно будет, как жюри только будет собрано полностью, тогда сразу будет объявлено жюри. Вот такое интересное название, Александр Иванович, ребята меня знают, я, вроде бы, у меня сюжета, хочется немножко узнать, как появилось такое название «Философия сердца». Название это появилось из философских трудов. Я могу сказать, как у меня появилось, предложили, я была не против. Да, из прощения философских трудов Памфила Юркевича и Григория Сковороды, известных украинских философов, в которых говорится о том, что мы, мы как нация, как народ, мы, нашими действиями движет не только разум, а есть еще и душа, есть еще что-то, что мы делаем аффективно, аффективным способом, да, на эмоции, да, по-за-разуму. Поэтому это наша философия сердца, это мы так чувствуем, это мы так делаем. Это, может быть, найточнейшая назва. Да, согласитесь лучше, у меня крутилось все время, спасибо волонтеру, это гораздо лучше, я согласилась. И это почуття, что, слоган, почуття, что формует життя, это то, что я чувствую, то я могу кому-то допомогти, рятувати, что есть життя. Спасибо, пожалуйста, вопрос еще. Вы красиво, да? Заходят, обучение, где? Где? За рубежом, ну я точно не скажу, это может быть, ну не буду. По зарубежным программам, да. По зарубежным программам, как только они будут уже сформированы, они сейчас вот в процессе. Так, дай бог памяти, о чем мы говорили, рассматривали. Давайте я не буду фантазировать, я сейчас вам скажу, я вам скажу, я думаю, точно. Хорошо, мы ждем информации на сайте, которые вы говорите, что вы расскажете о составе жюри на сайте, расскажете о призах. Я думаю, что в ближайший день-два, да. То есть в среду уже можно будет посмотреть? Да, да. Для всех, кто желает принять? Да. Порядок и номинации? Да, так же... Если вы зайдете по этому адресу, вы уже сможете ознакомиться с правилами конкурса, вы уже можете ознакомиться с той информацией о призах, которые мы уже озвучили, что это будет техника обучения по зарубежным программам, и уже можете отправлять работы на рассмотрение конкурсной комиссии. Вопрос абсолютно прагматичный. Есть у нас фильм, 15 минут он рассматривается? Нет. Как мы на рассмотрим? Нет, 3 минуты максимум. Жалко, нарезьте. Мы другой придумали. Нарежьте. Нарежьте. На 5 минут. На 5 минут. Ну, спрашивайте еще. А, работы, которые будут присылаться, вот на сайте выреживаться? Да, да. Все работы, которые присылаются, независимо от, получили они гран-при или входят в шорт-лист, они все будут там публиковаться. То есть те, кто заходит на сайт, имеют возможность как-то пройнить свое желание сказать, мне эта фотография нравится, этот сюжет и... Да, он может высказаться нет. Но он может разместить фотографию в соцсети, запустить ее. А вы, например, приз зрительских симпатий? Приз зрительских симпатий. Наша у нас, да. Может быть, кстати, это хорошее предложение, надо внести. Кстати, хорошее предложение, нам надо обязательно внести приз зрительских симпатий. И чья работа получит больше лайков, ее... Да, да, да. Надо это внести, подумать. Хорошее предложение, да. Спасибо. Да. Да, вот и не сделаю. Хорошо. И, пожалуйста, спрашивай. Все. Все понятно, Сергей. Спасибо. 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 Спасибо.